Дорогие ребята, с вами Анастасия Александровна, и это новости метал-культуры. А прежде чем начать рассказывать о новостях метал-культуры, прошу вас поставить под этим видео лайк, так сказать, авансом. Итак, начнём наш урок. Дорогие ребята, Слэш из Гансен Розес создал свой кинопродакшн, который будет дарить миру новые фильмы ужасов. Ну что ж, ждём, когда Слэш будет получать свой Оскар. Раз, два, Фредди в гости жди, Три, четыре, двери затвори, А коллектив Войвод победили в категории метал-хард-рок альбом года на церемонии премии Джуна Эвордс. Этакий канадский аналог Грэмми. Поздравляем ребятишек. О, это тяжелый. Войвод! Металлисты из Гамбурга Lord of the Lost будут представлять Германию в финале конкурса Евровидения. Группа набрала больше всего зрительских голосов в отборочном национальном туре. Лейбл «Метал Блейд» анонсировал выход книги основателя лейбла Брайана Слэджела. Ну что ж, всё больше и больше книг издаётся о металле. У меня тут как раз на полочке есть место. Жду в переводе на русский. Прекрасно и далёко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. Очистка на истоках, прекрасно и далёко, прекрасно и далёко я начинаю ходить. Дорогие ребята, а сейчас я расскажу вам про анонсы альбомов культовых коллективов. Дэйв Ламбарда, один из лучших барабанщиков современности, выпускает свой дебютный сольный альбом. Аист Йорф выпустит два новых EP. Дэйв Старс выпустит долгожданный новый альбом 5 мая на лейбле Nuclear Blast. Дорогие ребята, а прежде чем перейти к домашнему заданию, я прошу вас подписаться на этот канал, поставить лайк и колокольчик. А то я знаю, некоторые из вас смотрят мои видео, до конца смотрят, а на канал не подписаны. Да-да-да, училка всё про вас знает. Итак, давайте перейдём к домашнему заданию. Ну что, про иммортал вы и так всё знаете без меня. А может быть, мы вообще ничего о них не знаем? Непонятно. Новый альбом коллектива Suicide Silence. Седьмой альбом важнейшего коллектива в жанре дэдкор. Сегодня очень много коллективов обращается к дэдметалу девяностых. Их в узких кругах называют олдскульным дэдметалом. А я вот помню ещё те времена, когда никакого дэдкора-то и в помине не было. Был дэдметал. Дисайд, там Морбид Энджел. Ох, как же быстро бежит время. Дэдкор уже стал олдскульным. А что же будет через сто лет? Новый альбом коллектива Downfall of Gaia. Это тот случай, когда металл – чистое искусство. Яркий, тонкий, вдумчивый и нелишённый экспериментов. Коллектив из Германии после небольшого перерыва рассказал нам свои эмоциональные истории языком постблэк-металла, неокраста и постметала. Альбом, который хочется переслушивать. Новый альбом коллектива Chelsea Green. Ещё одна легенда американского дэдкора. Репетишки выпустили заключительную часть своего диптиха. Части Hell и Heaven наконец-то слились воедино. И как же я люблю эти короткие релизы – 27 минут. Мне кажется, это идеально для современного слушателя. И, кстати, у короткого релиза гораздо больше шансов, что его будут переслушивать. Ну, нежели длинный релиз. Ой, вспомнила, как я переслушивала 28-минутный Once Open Cross Decide на кассетке. То сторона А, то сторона Б. И так опять по кругу. Сторона А, сторона Б. Кстати, когда там уже новый альбом у Decide? Кто знает, ребятишки, пишите в комментариях. Дорогие ребята, а прежде чем продолжить рассказывать вам о домашнем задании, я по просьбе родительского комитета хочу познакомить вас с одним интересным коллективом из Сибири. Ах, Новосибирск! Если и играть на твоих просторах музыку, то, конечно, только тяжелую и прогрессивную. Уже 10 лет НВРСД создают металл и их не остановить. В их металлическом чемоданчике уже 4 альбома. И они не собираются топтаться на месте, а только прогрессируют. А иногда даже иронизируют. Они, кстати, очень любят давать живые концерты и объехали уже почти всю Россию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Их четвертый альбом с лаконичным названием «Четыре» просто взволновал уши и души меломанов Давайте послушаем всем классом Всем советую изучить творчество НВРСД Ну, если вы, конечно, еще с ними не знакомы А теперь вернемся к домашнему заданию Новый альбом коллектива Камелот Немножечко старого, доброго, симфонического пауэр-метал Камелот продолжают поиски своего короля Артура и даже не собираются останавливаться, петь свои арии за круглым столом Давайте и мы ненадолго вместе с ними перенесемся в сказку Новый альбом французского коллектива «Город» из города Бордо Появился он, кстати, еще в начале марта Но я была так занята, что упустила выход этого релиза Город – один из главных коллективов прогрессивного технологичного дета Город совершенно без стеснений использует все современные тенденции металла и не собирается устаревать Новый альбом коллектива «Безудержное разложение» Меня часто ребятишки в комментариях спрашивают «Ну почему так мало я рассказываю о грайндкоре?» Вот он, ребятки, грайндкорчик Много всего новенького интересного появилось в этом жанре Вором род, кнол, бандит, например Но сегодня я хочу рассказать о математическом грайндкоре О новом эпи коллектива «Безудержное разложение» Технично, математично, симпатично Ребятишки, изучайте грайндкор И, конечно, не забывайте про отечественные коллективы Новый альбом коллектива «Контрериан» Прогрессивный дэд-метал – один из самых сложнейших жанров не только в металле, но и в целом в музыке У высокого жанра высокие требования Ребята оттачивают свою высокую технику И радуют мир музыкальных гурманов своими новыми идеями Ребятушки, а после того, как вы сделаете домашнее задание Прошу вас обратить внимание на следующие релизы Вот эти Вот эти И вот эти А сейчас я расскажу вам про самые интересные мероприятия Которые пройдут в ближайшие две недели И которые, на мой взгляд, нельзя пропускать Ребятки, я хочу вам рассказать про мероприятия Которые организовываем мы МХК Нотберг Восьмого апреля В баре «Лилихаммер» состоится просмотр фильма «Властелины хаоса» и обсуждение после просмотра Всех вас приглашаю Ссылочку на регистрацию останусь А в Перми восьмого апреля пройдет фестиваль «Ксеноморф фест 3» И там будет просто калейдоскоп – кладезь звезд современного отечественного металла Дорогие ребята, подписывайтесь на этот канал в Ютубе и на наши другие соцсети Ставьте лайк и нажимайте колокольчик Тогда в следующем нашем выпуске новостей вам придет уведомление Рассказывайте о нашей вечерней школе вашим друзьям Это очень важно для продвижения нашего канала Так в нашей школе будет все больше и больше учеников С вами была Анастасия Александровна и новости метал-культуры Субтитры создавал DimaTorzok